Всем привет! С вами снова интернет-магазин antelive.com.ua, Александр. Перед вами модель ZOPPO ZP700. Данная модель поставляется на четырехъядерном процессоре MTK6582. Эта модель является одним из самых серьезных конкурентов, по моему мнению, для смартфона THL W100S. Поставляется она вот в такой вот коробке. Давайте посмотрим, что в комплекте. В комплекте идет стандартная зарядка, USB кабель. Есть в комплекте оригинальная пленка и гарнитура. Обращаю ваше внимание на то, что к этому смартфону не поставляются чехлов, бамперов. По сравнению с THL W100S, эта модель в этом плане, в плане комплектации, хуже. Однако переходим к внешнему виду. Спереди у нас есть стекло, которое защищает экран. Стекло закаленное, не царапается. Фронтальная камера, динамик, датчик приближения, датчик освещения. Снизу у нас три сенсорных кнопки, меню домой-назад. Сверху разъем под наушники, с этой грани нету ничего. Снизу у нас микрофон и USB разъем. И с этой грани у нас кнопка включения-выключения и качелька громкости, они располагаются рядом. Сзади крышка такого очень интересного формата. На ней не остается отпечатков пальцев. Есть логотип, вспышка, камера задняя и решетка под динамик. Очень по дизайну мне нравится эта модель. По дизайну однозначно она выигрывает у THL W100S. И основным отличием это размер дисплея. Здесь 4,7 дюйма. Под крышкой мы сможем увидеть две сим-карты, стандартных, больших, и разъем под microSD карточку. Аккумулятор в этом смартфоне составляет, емкость аккумулятора в этом смартфоне составляет 1750 мАч. По сборке у меня нареканий никаких нет. Смартфон собран очень хорошо. Он довольно-таки компактный, тоненький, небольшой, негромоздкий. Не трещит, не люфтит. Крышка закрывается плотно. По конструкции нареканий у меня нет. На протяжении всего обзора, так как я уже начал этот обзор с момента сравнения с THL моделью, буду сравнивать этот смартфон с W100S. И в некоторых моментах буду говорить, что мне нравится тут больше, а что мне нравилось больше там. Начнем обзор с технических характеристик через программу Antutu. Смартфон набирает примерно 16-17 тысяч баллов. Вот что вы можете видеть. По техническим характеристикам. Это процессор 4-х ядерный, MDK6582, графический ускоритель Mali-400, разрешение экрана 960 на 540, 8-мегапиксельная задняя камера, гиг оперативной памяти, 4 гига встроенной памяти и у меня стоит карточка на 16 гиг. Сразу хочу сказать, что с картой памяти смартфон работает отлично, то есть весь тяжелый кэш для игр устанавливается без проблем. Частота работы процессора 1,3 ГГц. В целом, по техническим характеристикам, эта модель полностью идентична как THL-W100S. Количество точек касания можно посмотреть через программку Antutu Tester, их всего 5. Самые распространенные датчики в смартфоне можно посмотреть через Z-Device Test. Здесь есть GPS, Wi-Fi, Bluetooth, компас, акселерометр, датчик приближения, датчик освещения. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 В целом, с играми смартфон справляется превосходно. Нигде никакая игра не глючит, не тупит. С любой современной игрой можно нормально воспроизводить её и играть в неё. Хочу также показать вам мои тесты по поводу GPS. GPS тут всё просто. Смартфон отлично ловит спутники. Вот скриншот через GPS-тест и вот через Navitel. По поводу аккумулятора я также проводил тесты. Давайте смотреть, что у меня получилось. Antutu тестер у меня выдал великолепное 690 баллов для такого смартфона. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Далее я тестировал эту модель через игру. Было у меня всего лишь 2 часа. Действительно мало. Был вот такое падение по аккумулятору в конце. Он упал просто и выключился у меня. Далее я тестировал эту модель при воспроизведении видео. И у меня он показал 3 часа 30 минут. То есть результат по аккумулятору хороший. Падений никаких по аккумулятору не было. То есть аккумулятор рабочий, хороший не отваливает. Что касается камеры. Производителям заявлено, что камера у нас здесь 8 мегапикселей основная и 5 мегапикселей фронтальная. Это все интерполяция. Камера реальная где-то вот 5 мегапикселей, видео записывает в формате Full HD, фронтальная камера мегапикселя 2. Я фотки, несколько фоток, там особо такое средненькое качество, не супер хорошее качество, я их выложу и видео тоже выложу, чтобы тоже вы посмотрели. В целом можно подводить итог. Модель является прямым конкурентом смартфона THL W100S. В чем эта модель выигрывает по моему мнению? Во-первых, выигрывает в цене эта модель. Эта модель дешевле. Во-вторых, лучше работает аккумулятор. В-третьих, мне больше нравится дизайн. И в-четвертых, экран сам по себе большего размера. Во всех остальных параметрах производительность, начинка, камера. Наверное, в какой-то степени с последней прошивкой W100S аккумулятор. То есть, это две идентичных модели. Эта модель проигрывает W100 в комплекте. У W100 там и бампер, и чехол книжка. Здесь этих аксессуаров нет. Однако, по дизайну, мне он более приятен. На этом все. Спасибо за внимание. Оставайтесь с нами, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Заходите к нам на сайт, пишите в нашу поддержку. Будем рады вас видеть. Всего доброго.